Если любишь семейные влоги, рекомендуем подписаться на канал Истории Моей Семейки. Ребята живут в Башкирии и показывают красоты своего края. Яркие выпуски про национальные парки, горы, пещеры и водоемы погружают в удивительный мир природы нашей страны. Подписывайтесь на канал ребят, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вы на канале Вечное Лето, обязательно на него подпишитесь прямо сейчас. Мы находимся во Вьетнаме, город Хо Ши Мин. И сегодня мы хотим сходить на рынок, показать вам местную достопримечательность. Может так сделать, потому что это очень популярный туристический рынок. И не показать его вам, это будет, наверное, преступление, как ты считаешь? Однозначно, с отяжеляющими обстоятельствами. Да. Я рекомендую селиться в Хо Ши Мине где-то в центре, потому что все интересные места и достопримечательности здесь сконцентрированы в центре. Если надумаете где-то в окраине селиться, то вам придется каждый раз брать такси или очень далеко ходить пешком. Каждый раз не наездишься, не нагуляешься, поэтому все-таки лучше где-то в центре селиться. Вот мы клевый отель нашли. И, конечно, он чуть дороже, чем на окраинах, но, мне кажется, это получится дешевле, чем каждый раз ездить на такси в центр. Также я видел сейчас женщина с книгой ориентируется по городу. Но, друзья, мы живем в 21 веке. Давайте уже в телефон-приложение устанавливать. Есть офлайн-карты, которыми можно пользоваться. И там все точки интересны по городу. У нас есть карта, ссылку на нее оставим в описании. Там будут все точки, где мы были во Вьетнаме. Можете ее скачать. Она стоит 299 рублей. Недорого, как стакан кофе. Но зато вы будете ориентироваться по городу без книг и карт. Это очень удобно. Мы заметили, что в Кашемине проблема с уличной едой. Здесь ее не так много, как в Таиланде. И она существенно дороже. То есть здесь очень мало таких маленьких уличных кафешек. Здесь в основном рестораны высокого уровня и кафе выше среднего. В Таиланде нам нравилось то, что много рынков. Можно набрать еды, сесть за столик на улице, все это дело поглощать. Здесь мы пока такого не видели. Немного покажем вам реальную жизнь в Кашемине, пока идем к рынку. Вот смотрите, видите, кафе, о чем Света говорила. Оно такое цивильненькое, красивое. Они стараются сразу застроить с такими хорошими кафешками. Недешевые, видимо, туристы сюда приезжают европейские с деньгами. И поэтому здесь уже люди переходят на такие более цивильные кафе. Там подают какие-то штучки. А, это гамаки. Вот улица, по которой мы сейчас шли и, собственно, дошли до рынка Бенгхань. И я вижу то, что нас здесь встречают всякие чемоданы. Это то, что нужно туристам. Если ваш чемодан вас подвел, можете здесь купить ему замену. Такие сумочки плетеные, искусственные цветы, если вам вдруг понадобятся. Здесь у нас вход в рынок. Много цветов продается. Сейчас хорошо не жарко, можно спокойно погулять по рынку. О, здесь продаются кокосы. Давно я их не видел. Смотрите, как интересно их обрабатывают. Такие круглые, аккуратные. Не везде здесь вообще продаются кокосы. Первое место в Хошимине, где я увидел кокосы. Ребят, здесь воняет. Прямо как должно вонять на таком рынке. Здесь рыба. На самом деле не так сильно вонит. Бывало и похуже. Ну, попахивает. У нас зелень, зелень, зелень. А вон там продается мясо. У данного рынка много входов. Еще один вход продается в часы. И здесь уже начинается крипи рынок. Как сарапаются в крипи рынок. Ну, он крипи рынок обожает. Ну, такой же цивильный рынок достаточно. Да, цивильный и большой. Несколько отделов. Есть открытый отдел. Есть на улице. Но под дождем не хочется сейчас ходить. Поэтому пошли сюда. Ко мне сейчас парень подошел, что-то предложил. Я говорю, ну, thank you. Он говорит, удачного дня. И постучал меня по плечу. Ну, это было приятно, конечно. Ай, прикинь, ты ничего не купила на тебе. Удачного дня. На, левый, правый, на левый. Ой, завалил тебя. Сухофрукты. Сушеные фрукты. У нас в основном продается курага, да, в России чернослив. А здесь сушеная манго, папайя. Что это? Какули? Нет, это морские огурцы сушеные. Смотри, это сушеное мясо, курица и свинина. Вот такие вот нити добавляют часто во всякие булочки. Выпечка прикольная продается. Чаи. Одел с украшениями, бусы метровые, наверное. О, какие интересные смотрели. Очень интересно. Но не нужно. Здесь у нас четкие браслеты. Кстати, кто любит такие штучки, достаточно хорошего качества. Кстати, прикольный браслеты. Саша, ты хочешь такой, да, себе? Ну, можно что-нибудь прикупить. Тебе пошла бы сейчас. Ну-ка, померяй. Я читал, что на этом рынке достаточно высокие цены. Но он пользуется популярностью. Сюда приходит много туристов. И здесь обязательно нужно торговаться. Говорят, что цены можно скинуть в 4 раза. Не знаю, правда ли нет. Но последнее время, как говорят, здесь плохо торгуются. Подделки всяких брендов. Брендовые сумки. Большой отдел. Очки. Так что, друзья, торгуйтесь. Но не факт, что они будут торговаться. Как-то вот так. Все туристы, которые приезжают в Хошимиль, обязательно приходят сюда закупиться. Для европейцев это, естественно, невысокие цены. Поэтому они закладывают сразу несколько цен, чтобы можно было поторговаться с туристами из России, мне кажется. Рынок, конечно, большой, чистенький и все такое. Но я не вижу в нем смысла для туристов. Ну, кроме как сувенирчики прикупить. Потому что таких рынков в каждом крупном городе России, по-моему, навалом. Все те же самые китайские сумки, ремни, часы. И смысл отсюда тащить. Максимум сувенирчиков взять. А так, не знаю. Ну, кстати, об этом многие писали. То, что этот рынок похож на все рынки, которые вы можете встретить везде. Все вещи, которые продаются обычно на всех других рынках. Просто здесь большой рынок, большой выбор. Ну, и можно погулять чисто так. Развеять время, развлечься. Развеять время? Мне нравится это выражение. Я, если честно, думала, что на этом рынке будет какая-нибудь экзотика. Я не знаю, там, змею будут готовить на сковородке. Но в Вьетнаме же есть эти штучки экзотические. А здесь нет. Ткани продаются какие-то, искусственные цветы, футболки. Но не знаю. У меня это не очень впечатляет. Хотя выбор товаров огромный. Вот, мне кажется, нашли что-то экзотическое. Это вьетнамские зажигалки с пистолетами. С взрывчатками. Интересно. Хотя бы вот такие штучки можно прикупить. Вот, кто курит или друзьям подарить. Уже прикольно. Слушай, они не остались ли после войны? Да нет, нет. Так выглядит, как будто уже... Под стереной сделаны просто. Также здесь можно купить хороший зеленый чай, я вижу. Смотрите, какие. Вот, Оля, помнишь нам про чай? Да, да. Вот здесь можно такой хороший чай купить, травы. Все для церемонии чайпития. How much? Здесь у нас кофе местное. Ну, конечно, смотрите, аж жирное кофе, натертое маслами. Ароматизаторы. Аж прям это... Ну, мы когда были на экскурсии, нам все рассказали, что это не настоящая кофе. Понятное дело. Очень они много туда жиров добавляют. Продают по 100 тысяч за 100 грамм. Thank you, we think. Thank you. Давайте покажем, какие фрукты во Вьетнаме продаются на Руси. Арбузы, помело, потом арамбутаны есть, бананы. В принципе, очень похож выбор на тайский. Есть папайя, потом какие-то новые цитрусовые, сахарное яблоко, манго. По сути, то же самое. Я читал то, что фрукты здесь достаточно дорогие. Поэтому не стоит их здесь покупать, потому что цены на них гнут. Мы сейчас дальше пойдем на другой рынок. Там цены уже будут не такие туристические. Он находится в километре от данного рынка. Если хотите взять подешевле, там, в России себе что-то для родных, то вот стоит именно на тот рынок идти. А здесь прийти чисто погулять и посмотреть, что вообще продается. Может, какой-то сувенир прокурить. Много всяких сухофруктов и конфет. Вот орешки кеши у них очень вкусные. Обалденные. Смотрите. Есть нечищенные, есть чищенные. Не чищенные 350 тысяч, чищенные 400 тысяч. Вот честно, ребят, скажу, если сравнивать рынки Таиланда и Вьетнама, то Таиланд не конкуренции. Выигрывает по всем пунктам. Почему? Я не понял. Потому что они колоритные. Там много экзотической еды. Там много каких-то сувенирчиков прикольных. И там много фруктов всяких, где их чистят, разделывают. Смолики рядом можно посидеть. Ну, знаете, если бы все было то же самое, было бы вообще неинтересно тогда путешествовать. Везде все по-разному, и это классно. Вот, посмотрите, какое интересное заведение. Местные сидят, пьют кофе прямо на улице. Такие у них столики маленькие. Смотрится это необычно в Таиланде. Я вот таких не видел. Если посмотреть на сам город, то такое ощущение, что ты где-то в Европе находишься, да? Скажи. Да, французы оставили свой след. И вот эти строения, вот эти большие отели напоминают Францию. Смотрите, какой интересный магазин. Наверное, его название я не буду вслух произносить. Но вы можете прочитать, и я думаю, вы все поймете. Надо восторгаться. Хошимин – это крупный город. Здесь проживает около 8 миллионов человек. Поэтому на центральных улицах достаточно оживленное движение. И всегда нужно быть аккуратным, потому что носятся байки. И они не всегда смотрят, куда едут. Так что нужно здесь вот реально быть очень осторожным. Саша, мы уже достаточно давно во Вьетнаме. Хотел бы ты здесь пожить? Остаться на полгода, например? Остаться навсегда. Нет. Ты знаешь, я тоже? Почему? Ну, во-первых, меня очень раздражают байки и отсутствие светофоров. У них светофоры есть, но он всегда показывает краску. И если тебя сбили, а что ты переходил на краску, типа? Зеленые как будто вообще не включаются. И они носятся по тротуарам. Не знаю, я прям постоянно в напряжении на улице. Отсутствие привычной еды. Очень много китайских кафе, японских. Суши, роллы хорошо, но не каждый день. Здесь не так уж и дешево. Как раньше говорили, что Вьетнам – это новый Таиланд. Таиланд 10 лет назад, когда в Таиланде все было дешево. Ну, знаете, у нас приличный ужин. Обходится нам 20 долларов каждый день. Хорошо завтраки в отеле включены. Я не скажу, что здесь прям в копейки все стоит. Отель 70 долларов. Опять же, это мы дорогой отель нашли. Это мы ходим в дорогие места есть. А потому что я не могу уже эти роллы жевать. Но единственное, какой здесь плюс, я нашел, это погода. Здесь не так влажно. Здесь попрохладнее, чем в Таиланде. Очень приятная атмосфера. И как-то цивильнее все на улицах. Как будто ты находишься в Таиланде. Ты чувствуешь, что ты в Азии. Здесь бесит, как они бипикуют. Реально. А поставь бипикот. Для них это способ общения между водителями. Они к этому привыкли. Но нас это подбешивает постоянно. Очень громкие гудки. И они еще пугают тебя иногда. Резко так за спиной бип. В общем, здесь вот мне нравится. Посмотрите, везде практически тротуары. И очень хорошая погода. Несмотря на то, что сейчас дождь идет, все равно приятно гулять. Ну да. Но если человек приезжает из зимы, хочет тепла и позагорать, то здесь он может обломаться зимой. Зимой, да. Просто, знаете, я очень люблю Таиланд. И, быть может, поэтому я никак не спущу вот в себя Вьетнам, так сказать. Как-то странно прозвучало. Но, тем не менее. Кстати, у многих такая же фигня. Кто первый раз поехал во Вьетнам, сперва любит больше Вьетнам. Кто сперва поехал в Таиланд, любит Таиланд. А вы напишите, Таиланд или Вьетнам для вас. Не знаю, пока что в моем сердце Таиланд. Итак, следующее у нас сравнение. Это два города. Ничанг и Паттайя. Это два таких курортных города, которые находятся на море. Они действительно чем-то похожи. Какое тебе больше нравится? Паттайя. В Паттайе море круче. Я сейчас говорю не о прибрежной зоне, вот эти пляжи городские. Я говорю про Хоу-Лан. Вот эти вот близлежащие острова. Самет. Шикарное море. Вообще в Таиланде море круче, чем во Вьетнаме. И поэтому еще один плюсик за Таиланд. И в Таиланд можно 30 дней без визы. А здесь без визы только две недели. Мы пришли на дешевый рынок. Вот это уже местный рынок. Называется он Хайбинг Маркет. Здесь уже вы найдете фрукты по низким ценам для местных. Ну и сами видите, рынок такой, вот как в Таиланде, да? Похоже, чем-то. В Таиланде чище Джон Ти Найт Маркет не надо. Не имею в виду такие, которые не в центре рынка, а вдалеке. Ну, похоже, похоже. Вообще, если вы хотите дешевле, будьте готовы к такому. Да, здесь, конечно, уже не так все для туристов цивильно. Но можно закупиться подешевле. Да, вы что сюда пришли? Жить и нюхать? Вы пришли закупиться и уйти. Какая разница? Здесь у нас отдел с морепродуктами, рыба, креветки. Ну, вот я вижу сейчас, почему-то много лотков закрыто. Наверное, он ближе к вечеру. Учтите, вот время 15 минут второго, и он еще наполовину только функционирует. Ну, вот здесь у нас продаются овощи, а фрукты я пока что-то не вижу. Сейчас, может, найдем. Так, вот здесь продаются зеленые апельсины. 15 тысяч за килограмм. Это вообще копейки. 10 тысяч, это у нас 30 рублей, 45 рублей килограмм получается. Неплохо. Здесь, если вы, к примеру, живете в Коши-Мине, сняли апартаменты, можно закупаться овощами. Если и раскнется, то мясом. А что они рискнулись? Ну, сколько раз брали, все окей. Что это, палец? Возможно. Привет. Я думаю, это не только палец. Ох, ребята, так мы хотели снять апартаменты с кухни, чтобы самим готовить. Так я скучаю по привычной еде. Вы не представляете. Я в ПТЕ привыкла, все готовить. Там супчики, котлеточки, пюрешечки, тесели. Как хорошо. Так, здесь у нас арбузы, мандарины. Отдел с бельем. Местные едят рис с мясом. Вот фрукты, апельсины, мандарины. Драгон фрукт. Смотри, Свет, здесь есть фрукты. Да, я не спорю. А вот как надо работать, чтобы не уставать. Ну да, здесь люди сразу отдыхают. Работа не волк. Вот бренды, где все. Света. Шанель. Что же я тратилась? Луивитон. О, смотри, смесь, гибрид. Гуччи-Луивитон. А в одном. Гучитон. Гучитон. Точно. Здесь продаются яйца, какие-то корни, если вы вдруг захотите заняться магией. Ну, это, кстати, серьезно, я вам говорю. Здесь есть люди, женщины, которые владеют вот этими секретиками травницы. Они могут из местных грибов, какой-то травы смешать, лекарства. Оно реально работает. Какие-то свечки продаются. Много диковинных штук, которые нам до конца не понять. А вот это вот я понимаю в любой стране без лишних лов. Не нужно ничего писать. Пирожные и кексики. How much this? 50 тысяч за кило. 150 рублей и 75 бат. Хорошо. Ну, в принципе, как и в Таиланде получается, да? Да, не сказать, что прям копишно. Цена, нормальная цена. Недорого. Вот этот отдел действительно мне интересен. Здесь готовят соки и смузи. У них такая серьезная там соковыжималка. Ну, как серьезная. Почти такая же, как у нас в Саратове. Зато большой выбор крупных и овощей. Можно все это дело смешать. Идите со мной. Хочу сок заказать с драгонфрутом, ананасом, апельсином. Ну, может быть, авокадо туда пихну. Авокадо для красивых моушек, говорят. Я этому верю. Этот законсотка вышел в 105 рублей. И мне кажется, я открыла идеальное сочетание. Супер микс. Здесь апельсин, ананас и морковка. Это так вкусно. Идеальный баланс сладости, кислоты. Очень насыщенный. Водой не разбавляют. Лед кладут. И на выбор, вы можете взять сахаром или без сахара. И мы заказали без сахара, потому что и так очень вкусно. А в Таиланде вот эти шейки, которые на рынке делают, они всегда с этим сахарным сиропом сладющим. Мне это не нравится. А вот здесь чистая польза. Кстати, напротив пекут какие-то плюшечки. Да простите меня, Саша, пилиши. Мы, в общем, не удержались. И решили взять один пончик. Пончик стоит 6000 донгов. Он с сахарной пудрой. Ну а вот такой пончик закрытый 5000 донгов. Раз мы здесь возьмем один на двоих. И самое время сказать, береги стали, трепещиньте бедра. Мы едим пончики. Сильно пошел дождь, и мы решили прямо около рынка поймать такси. Они такие умные, стоим. И он прямо нам помахал, сразу остановился. Буквально одну минуту ловили такси. Здесь очень много такси. Быстро их можно поймать. И сейчас едем в следующее, последнее местечко. Мы приехали в следующее место. Это собор Сайгонской Богоматери. Вот так выглядит данный собор. Уголок, милый сердцам европейцев. Собор Сайгонской Божьей Матери. Это едва ли не основная достопримечательность города. Это у нас получается двойник собора Парижской Богоматери. Тот же архитектор. Когда французы колонизировали Вьетнам, они здесь построили данный собор. И теперь туристы здесь все фотографируются. И вот смотрите, уже они, наверное, минут 10 стоят. Вот это сделать идеальный кадр. Только я не понимаю, зачем он ему. А вот здесь у нас стоит статуя Девы Марии с глобусом в руках. Она своей ногой придавливает змею. Кстати, не все это видят, но она действительно придавливает змею. И это у нас символ того, что она борется со злом. Вот так вот, друзья. К сожалению, зайти в данный собор мы сейчас не можем. Потому что он на реконструкции. Но можем полюбоваться внешним видом. Я читал то, что внутри там, в принципе, особо делать нечего. Так зайти, посмотреть и выйти. И, кстати, кому интересно, собор устроили всего 6 лет. С 1870 сезимов по 1883 год. И мы сейчас сфотографировались. Продавец нам продал мороженое. Знаете, как он сделал? Он нас сфотографировал, а потом говорит, давай мороженое бери. Ну, это классно. Он не попрошайничает, он подрабатывает. Да. Смотрите, как красиво. А здесь у нас есть фотография, как здесь все было раньше. То же самое. На улице все красиво. Цветочки, хорошие дороги. В этом плане они молодцы. Город вылезан, вычищен. Все аккуратно и чисто. Очередная достопримечательность Коши Мина. Код на территорию стоит 40 тысяч донгов за человека. Цена небольшая. В рублях получается 120 рублей. И сейчас мы хотим войти в этот дворец, посмотреть, что внутри. Здесь у нас много туристов. Холл. С этой стороны зал. Естественно, все огорожено. Пройти нельзя. Но можно посмотреть. Красивая картина. Конечно, сюда лучше идти с гидом, который все вам расскажет, покажет, увлечет историей. Ну, если приходите сами, просто... Не знаю, это уйдет минут 15. Зато можно сказать, что ты здесь был. Здесь у них конференц-зал достаточно большой, красивый. Во время войны во Вьетнаме американцы помогали северу, а Россия помогала югу страны. Еще здесь, в Хошимине, есть музей войны. Но все, кто туда ходил, в один голос говорят, после того, как я вышел, меня потрясало несколько дней. Это не просто музей. Там сохранились хроники, которые показывали реально, как людей пытали, как людей убивали, как люди страдали. И все это, знаете, максимально реалистично. И если вы эмоциональный человек, впечатлительный, то, наверное, вам лучше туда не ходить. Вьетнамцы решили сохранить все эти хроники, чтобы показывать людям современным, насколько страшна война. Чтобы те не забывали о том, какие ужасы и лишения испытывал их народ в те непростые времена. Я думаю, что здесь сидели главные лица государства, обсуждали внешнюю политику. И, знаете, вот здесь настолько все круто, что сохранилось вот это вот ощущение мощи, силы и власти. Я уже сбилась со счета, сколько здесь залов. Один круче другого. Есть еще обочивальня. Номер люкс, так сказать, с большим шкафом, кроватью. Это, наверное, кто не хотел идти домой, мог остаться здесь на ночь. Здесь у нас вертолетная площадка. Стоит вертолет, но, мне кажется, он уже не действующий. Здесь они играли в домино, в картишки, отдыхали, курили сигары. И, я думаю, кто-то танцевал стриптиз. Что? По-любому. Нет. Ну, не они, а девушки. Я уверена, не было такого. Данный дворец закончили строить в 1873 году. И примерно с тех же пор этим зданием пользовались губернаторы для того, чтобы здесь работать. И это у нас проходило вплоть до 1945 года. После этого была война, и Япония ненадолго завоевала Хошимин, и тоже здесь расположились. Однако Япония была повержена в том же году, и французы вернули себе власть в Хошимине. Что интересно, в 1962 году часть здания была сильно повреждена, и решили ее не восстанавливать, а полностью разобрать и собрать заново. Поэтому строительство продолжалось с 1962 по 1966 год. В общем, ребята, в двух словах. Это резиденция, где управляли всякие губернаторы, генералы. Мы здесь можем просто погулять, посмотреть, как устроены здания, какие здесь кабинеты, залы. Просто посмотреть, как выглядят правительственные здания. Не более того. Как правительство здесь работало и отдыхало. Да. Если у вас будет гид, то он вам все подробно расскажет про историю. Но если мы сейчас будем тут еще рассказывать всю историю, то это будет меню час. Поэтому смысла в этом нет. Мы показали вам самые популярные достопримечательности в Хошимине. Если вам понравилось, то отблагодарите нас лайком. Подпишитесь обязательно на наш канал, потому что мы будем снимать еще много интересного. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Там мы тоже публикуем всякие интересные посты, чтобы быть в курсе наших новостей. Также наш инстаграм, там мы тоже публикуем. У нас есть еще телеграм, если вам удобно получать там уведомления. Можете везде подписаться. Одноклассники, фейсбук, все есть. У нас на этом все. Спасибо, что посмотрели выпуск. До новых встреч. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok